Алексей Митрофанов отпраздновал 50-летие. Застолье на 600 человек обошлось политику в 3 миллиона рублей. На празднование своего полувекового юбилея именинник собрал не только соратников по политической арене, но и звезд российского шоу-бизнеса, с которыми его связывает давняя дружба. На сцене нашлось место и Никите Джигурде, который в этот вечер блистал не только остроумием, но и хвалился откровенным нарядом своей супруги, фигуристки Марины Анисиной. Духовного здоровья, духовного, то всем повторяю, духовный фаллос, чтобы у Леши не падал. А остальное все переложится. У меня храм мамы любимой женщины вставляет в хлеще водки, коньяка и анаши. И желаю этого и юбиляру. Подарки были разные. Кто-то оплачивал часть банкета, чтобы друг не спустил на торжество все свои сбережения. Кто-то отдал старинную икону, чтобы в дом юбиляра никогда не приходила беда. А кто-то не стал раскошеливаться и посчитал, что лучшим подарком станет книга. Причем собственного сочинения. Ну, что может подарить писательница Роза Сибитова? Полное собрание сочинения моих книг. Ну, а Юрий со своей стороны подарил золотую ручку Паркера. Я все-таки хотел пожелать Алёше, чтобы он встретил следующий свой юбилей, то есть следующие 50 лет, да, ну это уже будет 100 лет, в окружении как минимум 10 внуков и правнуков. Ну, а именинник, в свою очередь, заверил всех, что и на столетии знатная компания еще погуляет. Ведь на 50 он себя совсем не чувствует. Нет, не чувствую. Лошадь, которая бежит, не может ничего чувствовать. Она бежит. Она может потом придет куда-то и придет в себя, тогда поймет. Дарья Котова, Андрей Мазунин, Динар Шакиров и Антон Анисимов. LifeNews.